Привет, я Джей, и сегодня я объясню в чем разница между кропнутым сенсором и полнокадровой матрицей. Похоже, некоторые путаются в этом. Постараюсь показать все как можно проще. Главная причина, по которой я решил сделать этот туториал, в том, что меня часто спрашивают, в чем разница между обрезанным сенсором и полнокадровым. Я покажу, что вы получите с разными матрицами и с одними и теми же объективами. Здесь вы видите изображение с полнокадрового сенсора слева и с кропнутого сенсора справа. В данном случае я использовал 35-мм объектив на обеих камерах. Я установил их бок о бок, чтобы можно было сравнивать. Вы можете заметить, что полнокадровая матрица имеет заметно больший угол, чем кроп. Неполнокадровый сенсор делает как будто зумированную картинку. Все просто. С полнокадровым сенсором вы видите все изображение. Неполнокадровый отображает заметно меньше. Вот как выглядит изображение с полнокадрового сенсора. А вот что вы получаете с кропом. Большая разница. Это не туториал по высшей математике, но я надеюсь, он поможет понять разницу. Если вам понравилось, можете смело поделиться. И не забывайте подписываться. Не унывайте, ребята, всего вам. Пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok